Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории». Ну вот я тебе, братец, и отомстил. Если ты думал, что так легко получился деньги родителей, оставив меня ни с чем, то ты горько ошибся. Пусть лучше они уйдут в доход государства, но при этом ты поймешь, что значит променять мягкую перину на жесткие нары. С триумфом размахивал увесистым портфелем, только что полученным из рук главного бухгалтера крупной компании, который должен был матерому зэку, как земля колхозу, высокий с многочисленными наколками мужчина. В портфеле были оригиналы документов, которые и подменил ушлый бухгалтер, тем самым подставив своего шефа весьма крепко. Поглядывая на хмурившееся небо, бандит уже садился в машину, когда увидел выбегающего вместе с охраной из офисного здания брата. Перед самым носом у них ушел уголовник, лишь покрышками взвизгнула его иномарка. А между тем, страшные раскаты грома в перемешку с озаряющими небосвод и яркими молниями громыхали все ближе и ближе к утопающему в сочной майской зелени городу. Разгул стихии испугал даже бывалых городских обитателей. Приближающаяся гроза принесла с собой и сильный порывистый ветер. Оттого горожане старались без надобности и носа не показывать за порог своих домов. Однако, по всей видимости, совсем иного мнения о стихии был подтянутый спортивного телосложения мужчина лет 45 с уже убеленной седой головой. С самого утра Геннадий возился у своей старенькой машины, пытаясь реанимировать ее давно просящийся на утилизацию двигатель. Все-таки повод для того, чтобы завести древнюю колымагу, у мужчины был знатный. Сегодня, во что бы то ни стало, ему нужно отвезти свою подругу Людмилу к ее матери. Впрочем, нелюбимая жена потребовала от него своеобразного исполнения мужского долга, а сам он вызвался помочь, потому как торопили его нетерпящие отлагательства обстоятельства. Наконец, автомобиль, фыркнув густым облаком дыма, завелся, словно протестуя против повышенного внимания к нему, да еще в такой день, когда хозяину следовало бы посидеть на уютной кухоньке за чашкой его любимого чая с бергамотом, вместо того, чтобы мокнуть под надвигающийся с юго-востока и с сеней черной тучей. Словно победный кличевождя неизвестного ему амазонского племени торжественно испустил гена, с триумфом глядя на проделанную им работу. Но теперь это старые кличи не отвертятся, подумал при этом мужчина, поглядев в полные ужасы и отчаяния глаза супруги, наблюдавший все это время из-за кошка за действиями мужа, умоляя всевышние силы, чтобы не получилось у него завести машину, ведь на такси денег у них все равно не было. В таком случае она сможет выиграть немного времени, а там, глядишь, и сменит гнев на милость гена. Вот только даже и не подумал тот проявить подобные слабости, чуждые настоящим мужчинам, и подначавший накрапывать дождь отправился в подъезд дома. Спустя мгновение в комнату к люди вошел супруг. Зыркнув на сидящую в инвалидном кресле женщину недобрым взглядом, он почти крикнул. «Ну чё, расселась, квашня? Вещь свою собрала, таблетки там и склянки всякие. Я ведь не хочу, чтобы ты испустила дух раньше времени. Да и мамочка твоя не переживет, поди подобного удара». «Как же ты можешь так поступать со мной, Гена? Ведь я так любила тебя. А ты? Выбрасываешь меня из нашей квартиры словно собаку», – зарыдала бедняжка. «Не собаку, а клячу, которую уже давно пора сдать на утилизацию», – поправил супругу Геннадий. «Ты уже два года катаешься на этой чертовой коляске, поглощая лекарства килограммами. Я еще здоровый молодой мужчина, и, между прочим, чтоб ты знала, еще и сыну хочу успеть вырастить. А ты за годы нашей супружеской жизни даже не сподобилась родить мне ребенка», – ревкнул в ответ Геннадий. Его супруга была шокирована таким разительным переменам, что произошли с Геной буквально за последний месяц. Однако не дал ей мужчина времени долго раздумывать над сложившимся положением. Положив жене на колени сумку с ее вещами, Гена, подхватив коляску с хрупкой женщиной, чертыхаясь и вышел из квартиры, бережно захлопнув за собой дверь. На улице в это время уже вовсю лил дождь, но это не остановило путешественника на деревню Ксещи. Под проливным ливнем, который в мгновение ока вымочил несчастную до нитки, катил мужчина коляску к машине. При этом даже не заботило его и то обстоятельство, что и сам он при этом изрядно вымок. Ведь овчинка стоила того, так как сегодня у него, можно сказать, чистый четверг, и он навсегда вывозит из дома ненужный хлам, давно мешающий ему жить полноценной жизнью. Забросив жену на заднее сиденье, словно куль с мукой, Гена поскорее уселся на водительское место и, нажав на газ, спустя несколько минут уже выруливал на загородную дорогу, ведущую аккурат к глухой деревне, где в насквозь прогнившей, перекошенной от времени избушки жила его 80-летняя теща, Степанида Ивановна, которая в свое время немало ему попортила нервы своими нравоучениями. Но теперь-то, слава богу, он царь горы и мнением старушки о его личной жизни давно не интересовался. Пока машина, нещадно трясясь на ухабах, неслась повдрызг разбитой тяжелой сельскохозяйственной техникой дороги, грозя при этом выплюнуть из своего железного нутродвигатель, Люда, тихонько утирая слезы платочком, вспоминала, как же докатилась до такой жизни. Ведь еще семь лет назад сорокалетняя женщина считала себя едва ли не самым счастливым человеком на свете. Очень поздно, особенно по советским меркам, родила ее мать. Все не досуг ей было выйти замуж. Ведь трудилась женщина старшим научным сотрудником в одном из исследовательских институтов, занимающихся изучением вулканической деятельности на дне океанов. Так увлекала женщину работа, что совсем у нее не было ни времени, ни сил на обустройство личной жизни. Хорошо еще, что нашелся мужчина, который смог не только вклиниться в трудовой процесс степаниды, но и привлечь ее своей невероятной харизмой. Капитаном на корабле дальнего плавания был людин отец. И ничего плохого о нем женщина точно вспомнить не могла, потому как безгранично любил мужчина, дочь и жену. И уж точно не позволил бы такого обращения с ней его зятем. Но давно уж умер Валентин, оставив в наследство супруги свой маленький домик, где та и жила уже больше сорока лет, а теперь вот и ее дочь будет доживать там свои последние дни. По стопам матери и Люда пошла в плане обустройства семейной жизни. После окончания университета девушка устроилась на работу в аудиторское агентство, работе в котором и посвящала все свое свободное время. И ведь нельзя было сказать, что была Людмила трудоголиком. Все дело было в том, что разбил бедняжке сердце еще в студенческие годы подлец, в которого она влюбилась без памяти. А он лишь, как это называется, поматросил и бросил ее, узнав о том, что в положении его девушка. Александр потребовал от Людмилы, чтобы та немедленно отправилась в женскую консультацию и избавилась от ребенка, потому как в его планы не входит растить маленького сосущего из родителей все соки и спиногрыза. Но наотрез отказалась она выполнить подобные безумные требования того, кого она считала своей судьбой. Рядом с таким мужчиной, думала слабая девушка, она будет как за каменной стеной. А потом, рассверепевший, Саша в ярости толкнул Люду. Оступившись после удара, она кубарем слетела с лестницы у парка, у которой и произошел серьезный разговор. При этом случилось непоправимое. С жуткими болями была доставлена девушка в больницу, но, к сожалению, искусство тамошних врачей ничем ей помочь не смогло, ребенка она потеряла. При этом еще вынесли доктора и другой страшный вердикт – детей Люда больше иметь не сможет. Не хотела она привлекать бывшего жениха к ответственности, потому как легче и от этого не станет. Но мать ее настояла на том, чтобы подонок понес справедливое наказание. Даже небольшой срок получил при этом Александр. Правда, ребенка при этом уже было не вернуть. С тех пор прошло тринадцать лет. И потерявшая всякую надежду на то, что дочь наконец обретет счастье в семейной жизни, Степанида Ивановна, которая лишь только недавно вышла на заслуженный отдых, но связей с научным институтом не потерявшая, решила заняться сводничеством. У одной из коллег, по бывшей работе, имелся сын. Тихий, можно сказать, поймальчик, к своим тридцати пяти, все еще проживавший в общежитии вместе со своей матерью. При этом считал мужчина себя великим ученым географом, который непременно сделает какое-то открытие, стоит только ему отправиться в непролазные джунгли Амазонки. Вот только для этого смелости не хватало у несостоявшегося путешественника, да в придачу денежных средств, потому как к тому времени ранее гремевший на всю округу институт превратился в жалкое подобие себя былого. К счастью, желание не ударить в грязь лицом перед прекрасным полом все же имелось у мужчины, и потому, поборов свою робость, он согласился вместе с матерью отправиться к будущей теще на смотрины и знакомство с будущей супругой. И надо же было такому случиться, что впервые за долгие годы вновь проснулись в сердце женщины нежные чувства. Показался Люди Гена настоящим идеалом, способным любить. Несколько лет прожили вместе супруги в квартире, которую подарила им на свадьбу ее мать, окончательно переехавшая доживать свои дни в домик почившего супруга. А вот мать Гены, к сожалению, лишь недолго прожила после свадьбы сына. Постепенно менялся Геннадий, из короткого и порядочного превращаясь в семейного тирана или жебоку. Вскоре после свадьбы мужчина лишился работы, потому как дышащий наладан институт окончательно испустил дух. Ну а такому ученому, как Гена, не льстила никакая иная деятельность, кроме как научной. Не видел он себя где-то на заводе, когда манили его своими причудливыми очертаниями заморские страны. Люда любила мужа, потому-то и кормила его, пока тот, мечтая о географических открытиях, прославивших бы его на весь мир, витал в облаках. При этом каждый день корила себя Степанида Ивановна из-за того, что сегодня решила заняться. Уж лучше бы дочь была подле нее, чем рядом с мужем Альфонсом, ничего не державшим тяжелее ручки, который писал свои научные, никому не нужные трактаты. Кто знает, возможно так и с пенсией по возрасту кормила бы муж Людмила. Но сначала пришлось ей это сделать с жалких грошей, что ей платили за внезапно наступившую инвалидность. Все дело было в том, что сказалось редкое генетическое заболевание, доставшееся люди по наследству от отца, благодаря которому и отказали у нее ноги. При этом каждый день ее жизни мог стать последним. С этим горем и жила один на один бедная женщина, потому как супруга ее, когда оторвала она его от просмотра телевизионной передачи с бокалом пенного наперевес, взволновала лишь только то, не заразна ли ее болезнь и не передалась ли она ему. А после того, как примерно месяц назад он сходил в магазин за продуктами, то и вовсе вернулся оттуда словно другим человеком, весьма загадочным и странным. Причину там узнал лишь Гена, и была она до боли простой. Мужчина увидел за прилавком неземной красоты женщину. Разговорившись с ней, бедолага с живущей супругой-инвалидкой выложил всю свою подноготную начистоту. При этом аж всплеснула руками Елена, воскликнув. Такому таланту нельзя зря пропадать. У меня брат родной работает в столице в представительстве одной иностранной фирмы, которая занимается научными исследованиями где-то в дебрях Южной Америки, и им как раз нужен геолог. Однако родственник сейчас, к сожалению, плывет где-то по водной глади Амазонки. Врала напропалуй, Ленка. Ушлая женщина почувствовала возможность легко исправить свое жилищное положение. Все-таки проживать в комнате общежития с вечно перебравшим благородных напитков отцом было не слишком комфортно. Каждый день после этого, окончательно позабыв о супруге, бегал в магазин Геннадий. При этом все ближе и ближе чувствовал он к своим губам томное дыхание продавщицы, пока наконец не сдался под ее любовным натиском. А после, под давлением новой возлюбленной, решил избавиться от мешавшей ему жить супруги. А между тем, железный конь домчал их до домика Степанида Ивановны, которая, лежа на старенькой кровати, испуганно прислушивалась к ненастью бушующими за стенами дома, боясь как бы не уничтожил тот строение. Даже не услышала женщина, как подъехала к ее дому машина зятя. И потому едва от страха не умерла, когда входная дверь внезапно отворилась и на пороге появился Гена с ее дочерью на руках. С обоих при этом стекали потоки воды. «Принимайте, мамуль, груз, теперь это ваш крест». С этими словами мужчина буквально бросил супругу на кровать, после чего, втолкнув в дом коляску, побыстрее ретировался, не желая слушать причитания тещи. С трудом поднявшись с постели, Степанида Ивановна помогла дочери облачиться в сухое и сесть в свое кресло. К самому окошку откатилась несчастная, наблюдая за яркими вспышками молнии, как будто надеясь, что поразит ее электрический разряд и на этом закончится ее мучение. Ничего не расспрашивала у нее мать, ведь и так все было понятно старушке. Когда успокоится она, тогда сама все и расскажет. Долго смотрела Люда сквозь стекло. Уже и дождь закончился, а она все смотрела, не произнося ни слова. Темнота постепенно сгущалась над деревней. И тут, словно очнувшись, внезапно женщина, изо всех сил работая руками, покатилась на своей коляске к входной двери и изо всех сил распахнула ее. В следующее мгновение раздался звук выстрела и страшные крики. — Вот ведь каналья, вновь по-твоему вышла. Но ничего, я еще не прощаюсь. После этого Степанида Ивановна увидела, как сквозь открытую дверь какие-то мужчины поволокли к машине сопротивляющегося Василия. Помогал же ее дочери вновь сесть в кресло Антон. Хорошо знала обоих пенсионерка, как, впрочем, и ее дочь. Антон ухаживал за ней еще в старших классах школы, но не приняла тогда Люда его ухаживаний, а после семья братьев переехала в областной центр. Через некоторое время из средств массовой информации узнали Людмила с матерью о том, что известным на всю округу бизнесменом стал ее одноклассник. Но даже представить себе не могла женщина, что вновь встретит Антона с Авасией при подобных обстоятельствах. Уходя от погони, в первую попавшуюся деревню завернул уголовник, мечтающий отомстить брату за свою неудавшуюся жизнь. Ведь вместо того, чтобы помогать родителям и Антону развивать семейный бизнес, по кривой дорожке он пошел, за что и получил сполна. Немалый срок отмерил ему суд, при этом несправедливо, как он считал, отреклись от него родственники, вот и решил он отомстить. Родители мужчины давно уже умерли, а вот брат жил и жил весьма неплохо, бизнес развивал, разве что только так и не завел мужчина семью. Спрятать хотел портфель Василий в сарае во дворе старого дома, даже и не подозревая, кто в нем живет. Не раздумывая, рискнула жизнь Людмила, ведь малую отныне ценность она представляла, при этом спасла женщину Антона от верной гибели. Удивительно, но в этот же день возмездие настигло и Гену с любовницей, которую он торжественно перевез на новое место жительства. Влетела в незакрытую форточку шаровая молния, в тот самый момент, когда занимались любовники делами непотребными. На силу выжили они, надолго оказавшись на больничной койке с вечными отметинами позора на теле. Квартира Людмилы сгорела дотла. Вот только о ней отнюдь не жалела женщина, если бы не она, то никогда бы Люда не получила второй шанс на жизнь. В благодарность за спасение Антон оплатил ей лечение в лучших клиниках. Притом, еще не зная, даст ли то эффект, бизнесмен сделал Люде предложение руки и сердца. Она приняла его, ведь в этот раз то были слова не мальчика, но мужа. Вместе и навсегда, несмотря ни на что, люблю тебя. Спустя полгода о готовящемся пышном торжестве, извещающего в магазине электроники телевизора, узнал несостоявшийся великий ученый. Там мужчина надеялся стащить мобильный телефон. Подобным заработком и промышлял до поры до времени погорелец. Горько взвыл Геннадий, проклиная чертову грозу, весьма оригинальным образом решившую судьбу героев. Но самый главный сюрприз ожидал Людмилу с Антоном, как, впрочем, Степаниду Ивановну, в день свадьбы дочери. Ведь именно тогда и узнала Люда, что беременна. На жизнь уже не надеялась женщина, а тут на радость родным и близким сама готовилась подарить ее миру. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Одно простое действие, но для меня это очень важно. Всего вам доброго!